В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов проверил строительство выезда из шестого микрорайона. Мы рады тому, что сейчас бизнес взял на себя обязательства, сумел договориться с местной властью. В Бутовской поликлинике открылся круглосуточный травматологический пункт. Здесь имеется тяжелое оборудование, рентген-оборудование, которое позволяет, естественно, делать снимки и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. В районном центре культуры и досуга прошел мастер-класс по танцам в стиле хип-хоп. Продолжается строительство выезда из шестого микрорайона. Администрация муниципалитета, зная, как важна эта дорога для жителей, держит руку на пульсе и контролирует каждый этап работ. С проверкой приехал и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Подробности в нашем сюжете. Осмотр строящегося выезда из шестого микрорайона депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава округа Алексей Спаски начали с улицы Донбасской. Именно здесь сейчас работают в активной фазе. Сейчас основная работа, что идут на этом участке дороги у нас, это тротуары, асфальт и освещение, перенос столбов. Вчера буквально встречалась разгрузка движения вот на этом перекрестке. Это круговая организация движения, развод потоков полностью, чтобы жители могли въезжать и выезжать спокойно на этом участке. Продолжается ремонт у самого Тамбасского моста. Рядом уже проводятся земляные работы по примыканию выезда из шестого микрорайона к трассе М4 Дон. К ним приступили после выноса всех коммуникаций, которые были проложены под землей. До конца ноября у нас будет выполнено примыкание к М4 Дон. Здесь у нас идет примыкание, начинается и вот там в районе рекламного щита разгонная полоса в генеральной трассе закончилась. Вячеслав Фетисов и Алексей Спаски осмотрели дорогу на всем ее протяжении, поговорили с жителями и еще раз обсудили сроки завершения работ с представителями компании-застройщика. Мы рады тому, что сейчас бизнес взял на себя обязательства, сумел договориться с местной властью и решает вопрос. Ну, достаточно симпатично все выглядит. Естественно, стройки немного сдвинулись, что объяснимо. Это связано с пандемией и с некими проблемами геологическими. Но, тем не менее, к Новому году люди получат выезд. И мы, представители Совета депутатов, контролируем вопрос в плотном контакте с инвестором, с подрядчиком, которые ведутся здесь работы. Понятно, что в общем объеме процентов 90 работ уже выполнены. Да, и те самые тяжелые работы, которые сейчас связаны с проколом, связаны с дренажом ситуации, они тоже уже находятся в финальной стадии готовности. Таким образом, рабочим осталось доделать лишь небольшой участок дороги, который соединит улицу Калиновая с Донбассским мостом, и положить финишное асфальтовое покрытие. Подходит к концу работа по выносу кабельных линий. Буквально в ближайшее время мы приступим к последнему нашей захватке, к участку, где нам мешали кабельные линии. Будет обустроено полотно дороги, обустроено бордюр, освещение. В ближайшие 2-3 недели это будет закончено. Напомним, что после завершения работы 6-го микрорайона можно будет быстро доехать как до трассы М4 Дон, так и до железнодорожной станции Расторгуева. Будет запущен и общественный транспорт. Площадки для будущих остановок уже подготовлены. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно это. Радость детям подарили участники движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». Общественники преподнесли в дар новой игрушке недавно открывшемуся детскому саду «Сказка» в поселке Развилка. О впечатлениях ребят расскажет Юлия Погасьян. Муниципальный детский сад «Сказка», который в конце сентября открылся в жилом комплексе «Римский квартал» поселка Развилка, только входит в привычный ритм работы и продолжает оснащаться. Дошкольное учебное учреждение рассчитано на 240 мест и имеет современную базу для развития. Однако игрушек здесь пока недостаточно. Исправить ситуацию решили участники общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее». «Детский сад молодой, новый. И мы, как общественники, не могли пройти мимо. Мы привезли детям игрушки, которых пока не достает. Мы надеемся, что мы сюда будем чаще приезжать. Мы посмотрели этот новый прекрасный детский сад. Все замечательно, все понравилось. Хорошо проделана работа администрации». Куклы и коляски для девочек, конструкторы и машинки для мальчиков. Канцелярские принадлежности для подготовительной группы. Набор подарков разнообразный и внушительный. Воспитатели благодарны общественникам за оказанное внимание. Игрушек никогда не бывает много. Детям всегда хочется что-то новенькое. Они хотят разнообразить свою игровую деятельность. Поэтому любая игрушка, которая появляется новая в группе, дети, конечно же, рады. А тем более, сегодня подарили нам очень много игрушек как для мальчиков, так и для девочек. То, соответственно, у всех детей будет возможность играть одновременно с этими игрушками. Принимали дары самые активные воспитанники детского сада, которые не могли дождаться, пока подарки распределят по группам. Им и выпала возможность первыми опробовать игрушки. «Мне понравилась вот эта кукла». «Будешь с нее теперь играть, да?» «Угу». «А как тебе остальные вообще подарки? Красивые, яркие? Расскажи. Ну, красивые очень. Что больше всего понравилось? Ну, мне понравились все игрушки. Спасибо за то, что привезли подарки». Участники общественного движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» работают для того, чтобы сделать жизнь населения Картинского территориального управления комфортной. И складывается эта деятельность из ежедневного взаимодействия с людьми. Сегодня они доставили радость воспитанникам детского сада «Сказка», куда намерены вернуться снова, с новыми подарками. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ульга-Садовская. Видно-ТВ. В поликлинике, расположенной в жилом комплексе «Бутово парк», открылся круглосуточный травматологический пункт. Ранее помощь жителям оказывалась на базе приемного покоя в Видновской районной клинической больнице. На открытие нового отделения побывала наша съемочная группа. Население Ленинского городского округа с каждым годом увеличивается, особенно в новых микрорайонах. В круглосуточном травматологическом пункте, который открылся в Бутовской поликлинике, созданы все необходимые условия для оказания качественной медицинской помощи. Жителей у нас сейчас много, больше 167 тысяч. И было принято решение организовать на базе амбулатории «Бутово парк» именно круглосуточный травматологический пункт. Здесь имеется тяжелое оборудование, рентген-оборудование, которое позволяет, естественно, делать снимки и оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Стоит отметить, что экстренную травматологическую помощь жителям муниципалитета всегда оказывали на базе приемного покоя в Видновской районной клинической больнице. Сейчас стационар перепрофилирован под лечение COVID-19. И до недавнего времени пациентов с травмами приходилось отправлять в Подольскую или Домодедовскую больницы. Это очень важно, когда есть где экстренно, квалифицированно, быстро. Мы видим, что и очереди нет. В этой поликлинике организовано все для того, чтобы ее и не было очереди. Есть электронная запись, которая четко отслеживается, выполняется. Я думаю, что и предупредим все проблемы с травмами и излечим. Я думаю, что меньше будет у нас тяжелых случаев. Пусть все будет хорошо, пусть все будут здоровы. Кабинеты нового отделения оснащены необходимым оборудованием. Аптечка неотложной медицинской помощи. Даже дефибрилляторы, если современные, новые, если вдруг какая-то будет нужна экстренная неотложная медицинская помощь. Специальная ультралай для хранения инструментов стерильно. Возглавил отделение опытный травматолог, кандидат медицинских наук Рустам Эфензиев. Под его руководством трудится высококвалифицированная команда из 12 человек, включая рентген лаборантов, которые будут круглосуточно дежурить и оказывать экстренную помощь. Сама структура травмопатологических пунктов настолько удобная, что мы можем, вот и гипсовая рядом, рентген, все. В системе ИМИАС налажены осмотры снимков, что ускоряет время самого проведения больного травмопатологического пункта. В день открытия пункт принимал уже первых пациентов. Видновчанин Илья Полосин привез сына с травмой руки. Привезли ребенка, нас направили сейчас в поликлинику, из поликлиники вот сейчас туда позвонили, он сломал руку там, ну не знаю, может не сломал, конечно, врачи только скажут. Вот, и вот сюда приехали, вот оказалось, к открытию приехали. Вот, ну так я, когда провожал, поглядел, там такое современное оборудование достаточно стоит, рентгеновское, ну, новенькое вообще, красиво, очень доволен, что вот, как бы, появилось наконец, да. Надо отдать должное нашему руководству медицинскому, нашего округа, насколько они смогли быстро организовать и подготовить вот такое вот современное, прекрасное, оснащенное оборудованием помещение и круглосуточный доступ к нему. В отделение предусмотрен отдельный вход, оборудованный пандусом для маломобильных граждан, организованные подъездные пути для беспрепятственного подъезда автомобилей скорой помощи. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В кинотеатре «Искры» возобновилась славная советская традиция перед началом сеанса устраивать развлекательные программы для детей и взрослых. Так, в минувшие выходные, прежде чем занять места перед большим экраном, гости могли принять участие в веселом интерактиве, который для них подготовил клоун «Алекс». Новая авторская спортивно-развлекательная программа самого знаменитого клоуна Ленинского городского округа с первого же раза собрала десятки детей. Перед фильмом «Стрельцов» приходили ребята со спортивного объединения «Олимп», школа Олимпийского резерва. Ребята молодцы, ребята спортивные. Мы играли в спортивный футбол, мы проводили футбольные эстафеты, играли в настольные игры, перетягивания каната и, конечно же, получили призы. Участников анимации разделили на несколько команд. Ощущался спортивный настрой ребят, группа поддержки, родители маленьких спортсменов. В кино с клоуном «Алексом» программа долгосрочная. В кинотеатре «Искра» будет проходить каждые выходные. С расписанием киносеансов и анимацией можно ознакомиться в социальных сетях телеканала «Видное ТВ» и кинотеатра. Всех вас мы ждем на нашей программе «В кино» с клоуном «Алексом». Приходите. От души повеселившись, дети и их родители прошли в зрительный зал. Здесь, перед просмотром фильма «Стрельцов», гости приняли участие в викторине и получили подарки. В районном центре культуры и досуга прошел мастер-класс по танцам в стиле хип-хоп. Отличительной особенность занятий была в том, что попасть на них мог любой желающий. Достаточно было оставить предварительную заявку. Посетила мероприятие и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Хип-хоп по праву считается самым демократичным танцем. Тем не менее, как в любом деле, здесь необходима постоянная практика, чтобы достичь определенного мастерства. На бесплатный мастер-класс, который проводился преподавателями танцевального клуба «Звездный вальс», собралось более 30 мальчишек и девчонок. Нам хочется как можно больше, чтобы ребята развивались, чтобы как можно больше им информации давать на каждом занятии. И для тех ребят, которые хотят ездить на соревнования, мы готовы им давать еще больше. То есть еще больше, насколько они могут взять. Всех присутствующих разбили на две группы для простоты подачи материала. В одной – начинающие и совсем юные танцоры, в другой – более опытные и старшие. Преподаватели отмечают, что посетить этот мастер-класс могли люди любого возраста, но хип-хоп пользуется популярностью именно у молодежи. Естественно, что каждый мастер-класс посвящен какому-то определенному движению или их сочетанию. В данном случае упор на уроках делался на так называемый «кач». В хип-хопе подобным словом называют набор основных базовых движений, без которых заниматься этим стилем никак невозможно. Сегодня мы разбирали несколько видов «качи» в разных частях тела. Это самое главное, что должно быть вообще в хип-хопе. Самое главное движение, самое главное упражнение. И также мы стараемся контролировать музыку. В общей сложности мастер-класс продолжался более трех часов. По его окончании всем вручили памятный диплом. А те, кто смог лучше всех продемонстрировать усвоенный материал, получили победные кубки. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.